Привет! Вот и полный обзор AGM H5. Смартфон защищенный, смартфон который стоит немало денег на самом деле, в районе 280-270 долларов за версию 628. И сегодня мы с вами попытаемся понять, а стоит ли он на самом деле своих денег или лучше посмотреть в сторону какого-то другого смартфона. Впрочем, как обычно в своих видео я буду говорить только факты и только то, что я сам действительно почувствовал на себе, используя этот смартфон. Ну а ваш выбор уже, покупать такой смартфон или не покупать. Ссылку на официального продавца на Алиэкспресс я оставляю в описании. Можете посмотреть, какая актуальная цена на данный момент и там же его в принципе можно и заказать. По дизайну смартфон мне действительно очень нравится, но когда смотришь на такой дизайн, то ожидаешь совсем другое, когда разблокируешь экран. Абсолютно другое ожидаешь, но немножко недополучаешь, скажем так, своих ожиданий. Прежде всего, на корпусе у нас огромный динамик, он действительно огромный, он действительно звучит громко, но звучит не слишком качественно. Звук заглушенный и сейчас после осмотра дизайна мы с вами послушаем пример записи звука. Вы поймете, что динамик, ну немножко не то, опять же не то, чего от него ожидаешь. Звук заглушенный, немножко чувствуется и объем и все, потому что ну сам по себе физически динамик большой, но звук такой, что его просто не хочется слушать. Вот есть, знаете, нормальную колонку берешь, ее прям хочется слушать вообще любую музыку, потому что качественно чистый звук. Здесь такого не будет. Сзади у нас есть коннекторы, чтобы поставить смартфон в док-станцию. Под заглушкой находится у нас разъем Type-C и для наушников тоже у нас разъемчик имеется. Сверху у нас ничего нет, только микрофон дополнительный. Кстати, вот по поводу записи звуком при видеосъемке, он реально крутой. Звук очень крутой. Это, наверное, один из лучших записей звука, которую я, в принципе, слышал на смартфонах. Очень чисто, очень, как будто бы на какой-то микрофон дорогой пишешь звук. Короче, в плане звука записи. Здесь все хорошо. Сзади у нас 47-мегапиксельная камера, 20-мегапиксельная для съемки в ночном режиме и инфракрасная подсветка. Опять же, в ночном режиме фотки мне вообще не нравятся. И в этом видео я даже не буду вам показывать примеры, потому что это уровень, скажем так, первых смартфонов, которые с такой съемкой были. По материалам корпуса, по ощущениям в руках смартфон очень добротный. Я думаю, что, как и большинство смартфонов AGM, эта модель вам прослужит не один и не два и даже не три года. Потому что есть у меня такие моменты, знаю я пару человек, которые пользуются AGM-ами A9 уже четвертый или третий год подряд. И вообще ничего не подтормаживает. Корпус целый, хоть и падал. Все работает, ничего не отваливается, резина не отклеивается. Ну, это AGM. За это, по сути, вы и переплачиваете. Потому что за цену этого смартфона можно от других производителей взять аппарат реально мощнее и реально, который будет пободрее работать и давать вам даже лучше камеру. Собственно говоря, только что вы послушали пример записи звука. Я надеюсь, что вы поняли, что объемность здесь есть, но высоких частот здесь в принципе не существует и служит такой звук в принципе неприятно. Далее, по производительности, по скорости работы у меня тоже есть к этой модели вопросы. Потому что процессор здесь всего лишь Helio P35. Точно такой же процессор ставился на BlackVid 9100, которому уже три или три с половиной года. Как так? Это современный смартфон. Подтормаживания в системе имеются. От них никуда не деться. Давайте я зайду на YouTube. Сейчас вам покажу, как это работает вживую. Вот, смотрите, захожу на YouTube. Во-первых, да, загрузка приложений не слишком быстрая. Это ощущается. Смотрите, захожу в поиск, нажимаю что-либо. Все очень подтормаживает, все очень долго прогружается. И, ну, смотрите, какая скорость. Видите, я же ничего не придумываю. То есть, это не то, чтобы супер быстро как-то работает. Нет. Автоповорот что-то у нас не сработал. Хотя автоповорот... А, вот, видите, только сработал. Вот так это работает, видите. Я ничего не придумываю. То есть, процессора явно не хватает этому смартфону. Несмотря на то, что здесь 6 гигов оперативки. Также здесь 128 гиг памяти. А вот что касается аккумулятора, то он здесь не маленький. Целых 7000 мАч. По автономности смартфон абсолютно классический. Нет тут какой-то сверх оптимизации. Нет. В режиме просмотра видео с YouTube на максимальной яркости этот смартфон работает около 15 часов. В принципе, показатель неплохой. Ну и как бы 7000 мАч, что же вы хотели. Так, что касается стресс-теста, то он здесь просто превосходный. Вот у нас первый график, затем был следующий график. И он вот такой вот. То есть, абсолютно, смартфон, конечно, нагревается. Особенно в районе динамика. Очень сильно нагревается. Но при этом, не сказал бы, что производительность теряется. То есть, троттлинга здесь, по сути, особого-то и не будет. Это хорошо. А вот что касается GPS-навигации, то с этим проблемки. Опять же, из-за процессора. Почему я всегда говорю, что лучше взять более старый смартфон, но на флагманском процессоре, нежели современный смартфон, но на более упрощенном процессоре. Ну, это, в принципе, касается только броников. Я к чему веду? Например, сейчас я бы однозначно, при том, что цена почти одинаковая, например, взял бы Blackview BL5000 или BL6000 Pro, доложил бы денег, чем покупать, например, вот такие смартфоны, которые под 300 долларов стоят, но на таких слабых процессорах. Понимаете? Да, здесь качественный корпус, хорошая сборка, и смартфон проработает долго. Но то, как он проработает, мне лично не сильно нравится. Хотя, каждый из вас вправе выбирать свой путь. По производительности немножко поговорили. Асфальт 9. Я, кстати, не понимаю, в чем прикол. Он здесь просто не открывается. Проблема это игры или проблема это телефона. Но вот видите, что происходит? Это несколько дней подряд происходит, и с этим я ничего не сделаю. Если мы говорим про игрушки попроще, то понятно, что смартфон без проблем с ними справляется. Например, вот такая вот игрушка Trial Extreme. Сейчас я вам покажу, как она работает. Тут как бы вообще ни подтормаживаний, ничего быть не может. Это такая, скажем, относительно простенькая игрушка. Но асфальт, видите, у меня не получилось запустить. Про танки я вообще молчу. Я не думаю, что в танках можно будет хотя бы на минималках комфортно играть. Но это P35. Это реально старый процессор, и он, ну, никакой абсолютно. Из минусов. В смартфоне нет датчика пропущенных уведомлений. И вот эта вот штучка, кстати, может вы не заметили, я вам забыл сказать. Здесь у нас световой индикатор вокруг динамика. Давайте зайдем в настройки, покажу, где это все настраивается. Опускаем шторку, заходим в настройки, спускаемся в самый-самый низ. И здесь у нас режим иллюминации. Вот такой вот пункт. Заходим и видим, что у нас есть вот такие вот варианты выбора, как этот самый динамик у нас будет светиться. Давайте вот, например, вот так вот сделаем. Вот, можно, чтобы он вот так вот делал. Либо вот так вот. Но самое интересное, это то, что, вот видите, оно что-то даже не светится. Вот. Самое интересное, что я что-то поначалу, когда первый день тестировал телефон, оно еще работало. Потом я захожу на YouTube, запускаю какое-то видео с музыкой. Эта штука не работает. Попросту не работает. Я вам сейчас продемонстрирую. Вот, музыка у нас играет. О! Вы знаете, это называется закон подлости. Я два дня игрался телефоном, эта хрень не работала. Сейчас я зашел на видео вам показать. А, вот. И оно опять не работает. Хотя только что работало, опять же. Я не понимаю, от чего оно отталкивается, как оно выбирает, работать или не работать. Но оно то работает, то не работает. Если говорить про специальные возможности, то здесь некоторые вещи есть интересные. Например, я нашел дополнительное уменьшение яркости. Когда я делаю яркость самую минимальную, она, ну, сейчас вам мало чего видно, конечно. Но на самом деле, ночью, поверьте, очень даже видно. Нажимаем вот эту кнопочку, и яркость становится еще меньше. Вот в этом режиме уже комфортно ночью пользоваться. То есть, такая штука, я, например, такого не видел, то ли внимания не обращал раньше, я не знаю. Но здесь такое вот есть. Темная тема у нас тоже здесь находится. Потом, здесь у нас есть управление системой, где можно поставить кнопку питания, завершающую вызов. Но это понятно, это везде, в принципе, есть. Ну и навигация. Может быть жестовая, может быть кнопочная. С помощью трех кнопок. Это все понятно. В H5 у нас HD Plus дисплей, диагональ 6,517 тысячных. Очень странное решение, что касается диагонали, но ладно. Экран большой, и экран действительно неплохой. Конечно, ему не хватает плавности, потому что процессор, ну, нифига он не вытягивает нормальную и плавную работу. Бывают подтормаживания. А вот же, что хотелось бы похвалить его, так это за яркость. Яркости здесь действительно хватает для того, чтобы пользоваться на улице. Что касается углов обзора, то они здесь мне понравились. Вообще, хочется сказать, что эта матрица, такое чувство, что прям с RGM Glory была снята, но немножко ей добавили яркости максимально. И вот как-то такие ощущения. То есть углы обзора, яркость, сетопередача, ну, здесь все неплохо. Здесь все на хорошем уровне, действительно. Основная камера у нас имеет разрешение 48 мегапикселей. Заходим в настройки, и все это сами с вами видим прекрасно. Видео снимает только в Full HD разрешении, что, в принципе, тоже ожидаемо. Ничего такого здесь нет. Здесь нет стабилизации в режиме съемки видео. Ну, в принципе, когда вы пример посмотрите видео, вы поймете, что да, стабилизация здесь не работает. Чтобы включить ночной режим, мы заходим в фото, а потом нажимаем вот сюда. И это у нас уже ночной режим съемки. Как я и говорил ранее, режим съемки ночью, ну, не сказать, что вы прям часто будете использовать. Если надо что-то посмотреть в полной темноте втихаря, в принципе, можно включить, посмотреть. Но, чтобы прям фоткать, и чтобы прям это вам пригодилась, эта фотка по качеству дальше, ну, я бы не сказал так. Также есть вариант записать короткое видео, вот этот пунктик, которым я, в принципе, никогда не пользуюсь. Не знаю даже, что это такое. Макрокамера тоже есть, но я думаю, вы понимаете, что если смартфон на фиговом процессоре, то макрокамера, тем более, тут, ну, не будет никакая хорошая абсолютно. Она здесь, в принципе, как и у всех. В общем, примеры фото и видео на ваше рассмотрение прямо сейчас можете сами оценить. А это у нас пример записи видео на AGM H5. Давайте пройдемся. Давайте пройдемся. Ну, надеюсь, видео вы оценили. Когда я готовился к этому обзору, я хотел начать и вот так. Давайте расскажу вам о всех плюсах и минусах. И хотел просто по пунктам это все, как бы, перечислить. Но оказалось, что с моей точки зрения минусов здесь реально больше, нежели плюсов. Динамик. Он большой, но он как бы не выдает то, чего ты от него ожидаешь. Камера как бы 48 мегапикселей. Но, по факту, она не снимает, как какой-то флагман, например. Ну, потому что смартфон стоит около 300 долларов. Опять же, повторюсь, мне лично камера не сильно здесь зашла. Потом. Процессор. Это явный минус. О нем вообще нечего говорить. Это реальный минус. Аккумулятор. Вроде бы плюс или минус. Что-то среднее. Но не могу сказать, что он прям хорош. Смартфон. Большой смартфон. Тяжелый. Но, в принципе, полтора-два дня использования смартфон вам позволяет с этим аккумулятором. То есть, ну, это такой плюс-минус. В общем-то, из плюсов это только дисплей. Он здесь реально хорош. Смотреть видео очень комфортно. И пользоваться на улице смартфоном комфортно, без вопроса. Все остальное я не могу прям к чему-то, так знаете, не то чтобы придираться, но не могу прям явных плюсов найти у этого смартфона. Это вот впервые. Я вообще не ожидал, что AGM не покажется таким. Но, как оказалось, для меня здесь реально больше минусов, нежели плюсов. Главный минус это, конечно же, цена. Если бы аппарат на Алике продавался с этим железом, например, за 200 баксов, то обзор был бы совершенно другим. Но так как смартфон у нас продается за, ну, скажем, больше, чем 260-270 долларов, ну, что-то он не дотягивает до этой цены. Это я могу вам сказать, к сожалению, однозначно. Пишите, как вам AGM H5, что вы про него поняли интересного, что думали будет лучше, что думали будет хуже. Кому что интересно, спрашивайте, в комментариях буду отвечать. Всем удачи, пока.